Первое заседание Думы 8-го созыва началось с раздачей значков и красных корочек. Депутаты избраны, пора выдать и документы. После доклад первого заместителя Инны Щегловой об изменениях в бюджете города. Доходная часть бюджета увеличена на 768 миллионов рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений на 767,2 миллиона рублей. Неналоговое поступление 300 тысяч рублей. Расходную часть бюджета предлагается увеличить на 1,223,2 миллиона рублей, в том числе за счет направления части остатков средств на едином счете бюджета на 1 января 2024 года в сумме 105,7 миллионов рублей и привлечения кредита 350 миллионов рублей, в результате чего увеличится дефицит на 455,7 миллионов рублей. Деньги пойдут на реализацию проекта «Добрые дела», выплаты сферы образования, например, оплату за классное руководство. Ну а в приоритете сфера ЖКХ. Тут город даже решил занять денег. Интересный момент по привлечению кредита. В сумме 350 миллионов рублей мы занимаем денежные средства у другого муниципалитета Забайкальского края. Эта история у нас такая впервые. Но администрация, как субъект правотворческой инициативы, сегодня четко объяснила, для чего нужно привлечение этого кредита, нам необходимо защитить, спасти, как угодно сказать, наше муниципальное предприятие от банкротства, Дорожное и Мостовое и Строительное управление, которое, по сути, у нас сегодня является главным, ну и практически единственным предприятием, занимающимся именно содержанием уличной дорожной сети. Ну, к сожалению, пока у нас альтернативы ему нет. Кредит нам дает один из муниципалитетов Забайкальского края, у которого вот как-то так хорошо получилось, что есть не то, что лишние деньги, но вот возможность нас прокредитовать. А что сказать не будете? Каларский район. Каларский округ теперь, правильно сказать, Каларский округ. У журналистов тут же появился вполне резонный вопрос, а сможет ли Чита отдать кредит Чаре? Есть назрела очень серьезная необходимость. об увеличении доли отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет. Да, сегодня у нас пропорция такая, 15% в город, 85% в краевой бюджет. Вот есть положительное решение, которым губернатор уже конкретно сказал, что будет увеличена доля отчисления на 6%, 15% станет, ну, грубо говоря, 21%. Вот это около миллиарда денежных средств, дополнительный бюджет, собственные доходы города Читы, из которых, конечно же, мы часть денежных средств выделим на увеличение именно содержания уличной дорожной сети. Что делать необходимо? Техники для уборки улиц не хватает. Это очевидно, просто выгляните в окно. Еще один вопрос особенно заинтересовал СМИ – конкурс на должность мэра. Прием документов будет осуществляться с 28 октября 2024 года по 26 ноября 2024 года. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 17 января 2025 года. Значит, мы сегодня четко обозначили период, целомесячный период, в который потенциальные кандидаты могут подать документы. И, конечно же, мы ожидаем и очень хотим, чтобы кандидатов было достаточно много, чтобы было из кого выбрать лучшего. Пока на данный момент я не раскрою никаких тайн по поводу того, какие кандидаты у нас, в принципе, уже намечаются. Ну, немножко сохраним интригу. А интрига-то будет вообще? Я на это очень сильно надеюсь. А сколько уже кандидатов есть? А, это как раз вот предыдущим ответом я четко сказал, что пока интригу сократим. А число-то можно сказать. А? А число-то можно сказать. Нет, нет. Пусть интрига сохранится. Целая одна или больше? Больше. Больше.